ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ей грозит до 10 лет лишения свободы Ой, что творится в Воронеже? Сейчас пропагандисты ликуют Поймали, мол, высокопоставленную чиновницу, коррупционерку Силовики дырки для орденов в кителях ковыряют Вот и вы, я слышу, аплодируете Ну, наконец-то! За жульё взялись по полной программе А я, вот вы знаете, не был бы столь категоричен Почему? Да поймали Потому что отнюдь не высокопоставленную чиновницу Конечно, должность у госпожи Романовой называется громко На самом же деле Рассказать вам, что такое Воробьёвский район Той Воронежской губернии Административно-территориальный центр На юго-западе региона А по сути, несколько разрозненных Деревень и посёлков С общим количеством жителей В 16 тысяч человек То есть попалась-то по большому счёту Деревенская тётка и за что? За то, что дала возможность отцу-старику Хоть пару лет пожить по-человечески Но хоть кому-то из простых людей Фортуна улыбнулась, согласитесь Всё равно эти деньги А там о трёх миллионах Вкупе речь идёт Пошли бы на что-нибудь полезное Только не для пенсионеров А для слуг народа Из регионального ПФР Например, на покупку очередного автомобиля Представительского класса Поэтому к чему радуемся-то? Начинаем! А россияне тем временем Продолжают постепенно превращаться В гражданское общество И это радует В минувшие выходные В ряде регионов страны Прошли акции протеста На этот раз протест уже действительно Носили массовый характер Вот, например, в Екатеринбурге Где на протяжении нескольких месяцев Идёт война За сквер в историческом центре Несколько тысяч горожан 7 апреля пришли защитить Зелёный островок Люди берутся за руки И выстраиваются в цепочку Чтобы обнять сфер Но обо всём по порядку На этом месте до революции Располагался храм И вот представители РПЦ Некоторое время назад Обратились к чиновникам Мол, хотим восстановить Те ответили Ааа, рубите сквер, строитесь Сразу оговорюсь Я человек верующий Но одно дело Если бы вон им действительно Была какая-то необходимость Но я вот, вы знаете, не поленился И решил изучить список Уже существующих храмов города 51 храм Насчитал это бесчасовен И только на территории Екатеринбурга Какова при таком раскладе Необходимость Выкосить целый сквер Чтобы построить на его месте 52-й Это так нужно Прямо вот тут Хотя возмутило меня Не это Внимание на экран Вот, ребят, еще раз Вы Давай отсюда уволи Дятлы Хватит орать Виктор Шерметов В Екатеринбурге продолжается Стая шавок Стая трусливых шавок Которая до смерти боится Один на один Пишут в комментах Слово ебаный Ребята, я хочу сказать Что слово ебаный Пишется через йо А не через е Ебаный И ебаный Тоже пишется через е А не через е Но в самом деле Ебаный Уебище Ну ебаный стыд В кадре гурельский политик Как будто бы Общественный деятель А на самом деле Просто Типа журналист Пропагандист Пропагандист Иннокентий Шеремет Всю свою жизнь Этот человек Обслуживает интересы Властей За деньги Налогоплательщиков Вот сколько я себя Помню Столько он и работает На региональные власти Мороча людям головы Посредством зомбоящика Причем даже Когда верхушка Меняется Шеремет Каким-то чудом Находит подход К новому начальнику Выбивает Для своей студии Финансирования И продолжает Дурачить народ Все что сделал Предъявитель всего Сделано для блага Государства И по моему приказу И теперь хочу процитировать Что же этот Правдоруб Шеремет Понес в конечном итоге На том митинге По материалам Агентства УРАРУ Эта история Не про скверы Эта история Про русофобию Про ненависть к стране Про ненависть к режиму Участники Состоявшейся акции Это политически Мотивированные люди Сторонники Оппозиционного блогера Алексея Навального А также люди Которые против всего Всегда Слушайте Вот хорошо Что в России Есть Навальный Иначе на кого бы Псы режима Ой патриоты Простите Сваливали вину По поводу и без Незаменимый персонаж Для пропагандистов Ингуши протестуют Так тоже не ингуши А купленные Хомячки Алексея Анатольевича Дальнобойщики Недовольны Навальный Опять их науськал Екатеринбург Сквер вышел защитить А сколько вам Заплатил Леша Про фишку С новым российским Аргументом Это русофобия Вообще молчу Поймал Ченушу Вора за руку Русофоб Пропагандиста Навранье Русофоб Ой, это реальная Журналистика Больше Ада Тема сегодняшнего Выпуска Поехали Перемещаемся В Архангельс Где в минувшие Выходные Тоже протестовали Тут уже По поводу Мусорной Свалки В которую Слуги народа Собираются Превратить регион Причем В прямом смысле Свалки Туда Если кто-то Еще не в курсе В обозримом Будущем Планируют Вывозить Мусор из Москвы Причин две Первая В Подмосковье ТБО Уже просто Некуда девать Загадили Все окрестности Вторая Подмосквичи Шуметь Начали Это же все Гниет Воняет Зараза От этого Исходит В конце концов Помните Год назад Дети в Волоколамске Отравились Свалочным газом Вот тот Неприятный случай Научил чиновников Одной простой вещи Проблема Подмосковья Заключается в том Что оттуда До столицы Недалеко И любой кипиш Быстро Становится Достоянием Общественности А вот Если вывозить Дерьмо Куда-нибудь К черту На рога Одним Таким Рогом Хозяева Жизни Назначили Архангельскую Губернию Добазарились С местным Феодалом Губернатором И все Шито-крыто Насколько Шито-крыто Хотите Покажу 96% Жителей Области Выступили Против Такого Решения Послушайте Что Ответило Людям Чиновник Ну их Нафиг Эти цифры Повторюсь Если я буду Ориентироваться На цифры Мне нужно было Повеситься 13 мая 2012 года Черта с два Не дождутся Чтоб я повесился Я знаю Что я делаю И знаю Что я прав Я 20 с лишним лет Прожил здесь У меня здесь Дети родились А всякая шелупонь Которая здесь Никто и звать никак Пытаются меня Назвать Непонятно кем Шелупонь Однако Не разделила Оптимизма Слуги народа И решила Продемонстрировать Свою фею Уедя на улице Сомневаюсь Что это вам покажут По центральным каналам Там скорее всего Опять будут нести Охинею О важности Выборов в Украине И о Терезе Мэй Которая не в состоянии Навести порядок В объединенном королевстве А если что-то Вдруг и просочится В нашей гебесь Ой ГСМИ Давайте так Митинг-то был Несанкционированным Поэтому конечно же В тех ГСМИ Вам расскажут о том Что на улице выходили Враги Преступники Ну или Опять хомячки Навального Как вариант Давайте делаем Натура чище И каждый день Настроение становится Лучше и лучше На улице Кстати, на этот момент многие мои коллеги уже обратили внимание, полицейские не пытались разгонять протестующих в жесткой форме, напротив. Вели себя достаточно корректно, несмотря на то, что по всему маршруту следования колонны стояли живые кордоны из стражей порядка, уверен. Найдутся дураки, которые начнут блажить, мол, трусы, те полиционеры-предатели. Расстрою вас, господа недалекие, просто Архангельск маленький, город там А. Все друг друга знают, соседи, друзья, родственники, потому что и Б. Полицейские ведь такие же жители региона, их точно так же собираются травить посредством тех свалок вот этого. Папики не учли, а ну ведь как? В Москву можно пригнать со стороны зондеркоманду садистов, а вот в провинции мерзавцев сложно найти даже за деньги и даже по приказу. Все, это была реальная журналистика сегодня. Вот так, на моей страничке в Ютьюбе, ссылка сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться, не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.